Так звучит само волшебство. Студенты Ивановского музыкального училища осваивают новый вибрафон, приобретенный в рамках нацпроекта «Культура». Что еще купили, продемонстрировали губернатору. Станислав Воскресенский прослушал мини-концерт. Ребята сыграли на новых роялях, а их купили сразу три, и фортепиано. В этом году колледж получил из федерального бюджета 9,5 миллионов рублей. Купили крупные дорогостоящие инструменты, интерактивные панели, пополнился библиотечный фонд. Регион выделил для учреждения 2,4 миллиона рублей. Эти деньги пошли на ремонт. Теперь колледж – площадка для культурных мероприятий, куда съезжаются музыканты со всей страны. Гостей приглашать в обновленные залы не стыдно. Нацпроект дает возможность открытия новых площадок, новых мероприятий, которые мы здесь проходим в нашем музыкальном училище. Если брать октябрь месяц, то при поддержке фонда социально-культурных инициатив «Планета талантов. Наша жизнь», которая была совместна, по творческим мероприятиям, приезжали замечательные мастера из Московской консерватории. Эстафету творческую подхватила Санкт-Петербургская консерватория. Приезжал фонд Валерия Гергиева «Юные дарования России». В этот же период времени, безусловно, проходит творческая, теоретическая олимпиада «Всеобщий музыкальный диктант», где наша студентка, выпускница Ивановского музыкального училища, а ныне студентка имени Гнесиных, храма имени Гнесиных, была главным куратором по всеобщему музыкальному диктанту. Что было очень важно, во всех аудиториях, которые мы сейчас с вами пройдем, у нас полностью сделан ремонт. Это большая аудитория концертных площадок, аудитория теоретических дисциплин и классов. Губернатор пообщался с преподавателями. Многие работают в колледже всю жизнь. Воспитанию юных музыкантов отдаются без остатка. Внимание у нас будет, конечно же, и дальше повыше. Это не пустые слова про музучилища. Наши музучилища много где знают в стране, уважают. Мы сейчас обсуждали возможности, чем еще дополнить музыкальное образование. Я пока так аккуратно скажу. Есть очень здравые идеи. Я думаю, что мы сейчас их внимательно посчитаем и доведем до результата. Неужели консерваторию открывать на базе? Подождите. Надо сначала все довести до идеала в том, что у нас уже есть. Но еще раз, в целом, вообще надо, конечно, задумываться о продолжении высшего образования у нас в Ивановской области. Почему? Потому что все дети, которые учатся, ну их уже и дети-пито не назовешь, уже взрослые люди сознательные, конечно, стремятся продолжать музыкальное высшее образование. Еще раз повторю, Лариса Гергиева не так давно говорила, что музучилища, мы готовы и Санкт-Петербург, и Москва брать в консерваторию. То есть страсти наших студентов очень любят, но нам важно, чтобы они все-таки оставались, возвращались к нам, работали у нас. Для этого мы сейчас обсуждали, какие условия надо создать. А пока в колледже есть все необходимое, чтобы просто учиться. Кстати, рояли здесь не обновляли с начала 90-х. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.